Вообще счастье – это научный термин. Человеку для того, чтобы быть счастливым, нужно много чего, в том числе ему нужны отношения, отношения дают мощную социальную поддержку. Только ли для того, чтобы убежать от тигра, стресс полезен? Главная проблема в стрессе – это то, что хронический стресс портит здоровье. А вот способность выстраивать социальные связи, она врожденная или этому надо учиться? К сожалению, скажем, одинокие люди, они склонны впадать в такой тяжелый, неприятный, замкнутый круг, и такой человек может свалиться в самосбывающийся прогноз. Еще хочу спросить про творческие способности человека. Вот как раз с точки зрения творческих способностей людей полезно хвалить. Положительные эмоции доказано влияют на способность проводить новые ассоциативные связи, видеть новые параллели между событиями и порождать какие-то творческие подходы. Здравствуйте! Я Екатерина Рыбакова, президент Рыбакова фонда. И у нас в гостях сегодня Ася Казанцева. Здравствуйте! Меня зовут Ася Казанцева. По профессии я научный журналист, по образованию нейробиолог. Пишу книжки о том, почему люди ведут себя так странно, и выступаю в разных городах с научно-популярными лекциями. Ваши книги сделали вас популярной? Да, это было довольно неожиданно для меня. Как, с чего началась идея написать книги? Что вас подтолкнуло к этому? Я по образованию биолог, и когда я училась на биофаке, я постоянно пересказывала содержимое лекций, потому что оно было интересным у себя в соцсетях. И как-то постепенно выяснилось, что это интересно не только мне, но и широкой общественности. И мой первый работодатель, шеф-редактор научно-популярной программы «Прогресс» нашел меня тоже через мой «Лайф Джорнл». Это такая была старинная блоговская платформа. И я сразу после окончания университета начала профессионально заниматься научной журналистикой в разных формах. Я по большей части была редактором в телевизионных научно-популярных передачах. Я, кроме того, писала всякие статьи и колонки, например, для издания «Слон», которая теперь «Репаблик». И так постепенно накапливался какой-то опыт того, как коммуницировать с людьми, понимание того, что им интересно и неинтересно, понятно и непонятно. И в какой-то момент стало видно, что это можно выражать и в более крупных форматах, типа книжек. На самом деле, первую книжку я написала случайно, просто потому что у меня случилась несчастная любовь, и мне надо было произвести впечатление на мальчика. Исходное название моей первой книжки было «Книга оправданий». Она посвящена тому, как всякие рациональные, биологические, гормональные, генетические, эволюционные факторы влияют на то, почему мы не всегда ведем себя разумно с точки зрения формальной логики, и почему в нашем человеческом поведении есть какие-то необычные и неожиданные аспекты. И выяснилось, что вот эта книжка, в общем-то, о том, почему я такая дура, оказалась интересна не только мальчику, но и большому количеству других людей с чего началась моя слава. В принципе, тот вопрос, который меня в сюжете больше всего занимает, это как раз вопрос о том, почему поведение людей, желания людей и потребности людей не могут быть полностью объяснены с точки зрения формальной логики. Это имеет, кажется, большое отношение к тому, о чем мы сейчас с вами будем говорить, к тому, зачем вообще людям нужны другие люди. Потому что, в принципе, в нашем развитом информационном обществе, с нашей прекрасной развитой экономикой, системами доставки и так далее, можно быть хикимори. Тем более в пандемию можно сидеть дома, работать через интернет, заказывать еду через интернет, никогда никого не видеть. Да, тем не менее, пандемия показала со всей наглядностью и яркостью, что для большинства людей это совершенно неприемлемо, ненормально и невыносимо. Что люди готовы, вы даже знаете, пока еще не было вакцинации, люди были готовы идти и рисковать заразиться опасными заболеваниями ради только того, чтобы провести время друг с другом. Что потребность провести время друг с другом оказывалась важнее потребности в безопасности, скажем, от пандемии и так далее. И, конечно, удивительно, почему. Удивительно, зачем людям, другие люди настолько нужны, если вроде бы не для физического выживания. Сейчас об этом поговорим. А вот вопрос про книгу еще один. Обладает ли эта книга терапевтическим эффектом для тех, кто переживает несчастную любовь? Есть такие отзывы? Вы знаете, любое занятие обладает терапевтическим эффектом для тех, кто переживает несчастную любовь. Потому что мозг устроен так, что когда мы какие-то мысли думаем, когда мы их крутим в голове, то укрепляются соответствующие нейронные контуры, становятся сильнее. И в этом смысле, когда у вас что-то болит, то хорошо найти способ от этого отвлечься. Но вот с точки зрения преодоления несчастных любовей, я думаю, что писать книжки эффективнее, чем читать книжки. Потому что несчастная любовь тоже может рассматриваться как разовидность стресса. А в стрессе всегда главная проблема — это неконтролируемость. Мы тяжело переживаем те события, по которым мы не понимаем, когда это кончится и как с этим бороться. И здесь важна не столько объективная возможность повлиять на ситуацию, сколько субъективное представление о том, что мы на ситуацию можем повлиять. И в этом смысле несчастная любовь переживается гораздо легче и радостнее в том случае, если вы делаете из нее двигатель прогресса, в том случае, если вы проявляете мастерство самообмана и самодисциплины, и убеждаетесь в том, что вот когда вы выплатите ипотеку, напишите книжку, станете кандидатом в наук, то тогда мальчик или девочка обязательно поймет, как вы прекрасны, и с вами замутит. То есть если вы не можете изменить обстоятельства, измените отношение к этим обстоятельствам. Да, это, в общем-то, основа того, что называется транзакционная теория стресса, подхода в психотерапии, о том, как человеку со стрессом бороться, как ему стресс когнитивно переоценивать и менять действительно свое отношение к ситуации. Но вот действительно работать – это самая эффективная кобинг-стратегия. Для этого мы во многом и работаем, потому что, может быть, конечно, вы не произведете впечатления на молодого человека, написав книжку, хотя, честно говоря, с высокой вероятностью, да. Но, по крайней мере, что важно, пока вы пишете книжку, вы при деле, вы весело и сосредоточены, вам кажется, что вы делаете все, что нужно для нормализации ситуации, и поэтому гормоны стресса вас не разрушают. То есть главная проблема в стрессе – это то, что хронический стресс портит здоровье. Что вот эта стрессорная реакция, гормональная, физиологическая, она полезна для того, чтобы непосредственно убежать от тигра, но в наших современных обстоятельствах она вредоносна, и важно ее как-то в себе ослаблять. А только ли для того, чтобы убежать от тигра, стресс полезен? Есть теория о том, что существует какая-то разумная и полезная доза стресса, которая является таким тоже двигателем прогресса. Да, некоторые авторы выделяют то, что называется эу-стресс и ди-стресс. Эу-стресс – это хороший, полезный стресс, такое состояние собранности и сконцентрированности, которое нужно для того, чтобы преодолевать какие-либо физические или умственные нагрузки. это то, что испытывают спортсмены, тренированные на соревнованиях, то, что испытывают подготовленные студенты на экзаменах. Ну да, это вопрос подготовки, и опять же, это вопрос объективного контроля. Если вы понимаете, где вы, что вы и что вы делаете, то вы все равно напряжены, у вас все равно какие-то элементы стрессорной реакции есть, но вы достаточно конструктивно ими пользуетесь. Давайте вернемся к вопросу о том, почему социальные связи так на нас влияют, как такой важный и значимый фактор. И похоже, что это один из уровней наших потребностей базовых. Это имеет большое отношение как раз к теме стресса, действительно. И если посмотреть чуть шире, то все наши проблемы и вся наша рациональность связаны с тем, что мы эволюционировали не в таких условиях, в которых мы сейчас живем. И мы эволюционировали, в частности, в условиях, когда мы были очень сильно зависимы от сообщества. Не только мы люди, но и вообще все приматы. Науке неизвестен ни один вид обезьян, который жил бы поодиночке, который не формировал бы группы, хотя бы маленькие семейные, а обычно большие группы из многих семей, связанных друг с другом. Деревня такая, да? Да, для обезьян эта деревня, правда, очень важна для выживания. По очень многим разным причинам. Во-первых, вся деревня растит вашим ребеночком. То есть, если вы ни с кем не дружите, то тогда ваши сородичи могут приобретать агрессию и в адрес вашего ребеночка, когда он мельтешит и мешает. А если вы с ними дружите, то они, наоборот, и на вашего ребеночка будут распространять свое доброе отношение, будут его защищать, будут его подкармливать. И в дикой природе это радикально повышает вероятность ребеночка на выживание, то есть вероятность вас на передачу своих кенов. Кроме того, обезьяны делятся друг с другом едой, когда вот кто-то еду нашел в удачный день, а кто-то еду не нашел. Кроме того, даже в Африке бывают холодные ночи, в которые нужно спиваться в кучке, чтобы греться. И если вас все любят, то вас спускают в середину кучки, и вам тепло. А если вас не любят, то вас оттесняют на самый край или вообще выгоняют, и вам холодно. А еще у обезьяны огромную роль занимает груминг, то есть перебирание друг другу шерсти. Это, с одной стороны, оказывает на них очень мощный, дружеский, антистрессорный эффект. У обезьян падают уровень гормонов стресса в крови, в моче, в слюне, как бы их не измеряли. В том случае, если им перебирает шерсть какая-нибудь дружественная обезьяна, у нас есть тоже всякие поглаживания, обнимашечки, и они также действуют. А во-вторых, он имеет еще и практическую роль, потому что это избавляет от паразитов, это избавляет от грязи, которая застряла в шерсти, снижает теплоизоляционные свойства шерсти. Обезьяны проводят очень много времени за перебиранием шерсти друг друга, порядка трети от времени бодрствования. И существует даже гипотеза, что люди изобрели речь для того, чтобы сэкономить время на груминг. Потому что перебрать шерсть вы можете только одному сородичу одновременно, а добрые слова вы можете говорить перед камерой большого количества людей. Это здорово экономит время. То, что вы говорите, я чувствую, что мы очень много из этих явлений, проявлений в нашей жизни сохранили. И мы в Рыбаков фонде верим в концепцию школы-центр социума, мы верим в то, что школы должны быть центрами сообществ, формировать вокруг себя сообщество, где именно такое обилие социальных связей реализуется, позитивных. И эмоциональный опыт должен сопровождать процесс образования. Да, и здесь есть очень интересный еще аспект, я чуть-чуть вернусь назад, что эмоция — это всегда сигнал о том, что мы что-то делаем правильно или о том, что мы что-то делаем неправильно. И эволюция не в курсе, что мы уже построили доставку еды и возможность работать через интернет. Эволюция готовила нас к тому, чтобы зависеть от сородичей, к тому, чтобы наша вероятность выживания повышалась в том случае, если у нас есть сородичи. И поэтому, когда мы оказываемся в одиночестве, то это служит сигналом о том, что что-то идет не так. У людей от этого повышается уровень стресса, и люди от этого начинают чувствовать себя плохо, и поэтому люди стремятся вернуться в социум. Но ведь негативные эмоции мы испытываем не только в одиночестве, но и в социуме, если, наверное, нарушаем какие-то правила общежития и социальные связи. Вы правы. Если взять одинокого человека и просто поместить его в толпу других незнакомых людей, то это не будет оказывать, конечно, никакого антистрессоварного эффекта. Конечно, важны именно социальные связи, конечно, важно общество именно тех людей, в коммуникации, с которыми вы инвестировали время и силы, и в коммуникации, с которыми вы создали какое-то теплое взаимное отношение друг к другу. А вот способность выстраивать социальные связи, она врожденная, или этому надо учиться? Или мы обладали этим раньше, но утратили, и теперь нам надо учиться? Смотрите, всегда, когда мы задаем вопрос природы или воспитания, применительно к любому признаку, всегда ответ и то, и другое. То есть гены, конечно, влияют на нашу способность и склонность к коммуникации, причем многочисленными, разнообразными способами. Но, скажем, известно, что одна из черт большой пятерки, классического опросника для оценки личности, это экстраверсия и интроверсия. И на экстраверсию и интроверсию влияют гены, в том смысле, что однояйцевые близнецы по этому признаку оказываются ближе друг к другу, чем разнояйцевые. Но понятно, что влияет и индивидуальный опыт, влияет опыт победы или опыт поражения. То есть, к сожалению, скажем, одинокие люди, они склонны впадать в такой тяжелый, неприятный, запрантый круг. От одиночества у людей, как показывают лабораторные эксперименты, повышается социальная тревожность, повышается чувствительность к угрозам, повышается, знаете, параноидальность, такое чувство, что как будто бы все их обижают. И такой человек может свалиться в самосбывающийся прогноз, что ему кажется, что он никому не нравится, из-за этого он ведет себя с людьми так, как будто бы он им не нравится, из-за этого он начинает действительно им не нравиться. И оказывается, очень одинок. Как можно помочь такому человеку? Или только он сам? Обнимашечками, да. То есть, все-таки, правда, каждому человеку очень важно, чтобы у него был ближний круг, который формируется из семьи и ближайших друзей. И известно, что действительно проведение времени с теми, кто вам близок, кто вам нравится, оказывает сильные антистрессорные эффекты. В крови растет уровень экситоцина, в крови падает уровень гормонов стресса, и состояние человека нормализуется, и он набирается сил для того, чтобы отправляться к новым победам, в том числе и выстраивать отношения с какими-то новыми людьми. Ощущение гармоничных социальных связей – это, мне кажется, очень важный компонент счастья. Вообще, счастье – это научный термин. Счастье интенсивно изучается в психологии. Существует много разных моделей счастья. Есть, скажем, такой Мартин Селегман, известный психолог. Он разработал, предложил модель, которая называется PERMA. Это английская аббревиатура. Здесь P – это Positive Emotions. И это Engagement, то есть вовлеченность в какое-то дело, которое вы делаете. R – Relationship, M – Motivation, если я не ошибаюсь сейчас, про буквы М точно не помню. И последняя буква A – Achievement. То есть человеку для того, чтобы быть счастливым, нужно много чего, и вот в том числе ему нужны отношения. Отношения дают мощную социальную поддержку. Но кроме этого, человеку важно и дело. Человеку важно чувствовать себя вовлеченным в какой-то процесс создания, приобретения, развития чего-то полезного. Глобально человеку важно иметь какой-то смысл жизни, и человеку важно достигать каких-то успехов на этом поприще. И в этом смысле действительно известно, что люди часто формируют дружбы там, где они чем-то занимаются, то есть на работе или во время учебы в школе или во время учебы в университете. Про это много данных. Например, о том, что учиться в университете полезно, среди прочего, потому что это расширяет ближний круг. Что вот у человека, который не учился в университете, у него в ближний круг входит 3-4 человека. Буквально там, скажем, родитель, муж, дети, может быть, братья, сестры, может быть, какие-то друзья детства. Но в общем и целом человека 4, тех, с кем он постоянно общается на протяжении многих-многих лет. А у человека, который учился в колледже, сам вот этот ближний круг расширяется, в него может войти больше людей. Это часто оказываются какие-то однокурсники. потому что, когда вообще психологи исследуют, каким образом формируется дружба, выясняется, что для дружбы важно несколько параметров. Важна, в частности, маленькая физическая дистанция. Люди чаще становятся друзьями с теми, с кем они просто находятся рядом, просто ближе живут. Доходит до смешного, был такой Теодор Некомп. Он работал в Америке, в университете Мочегана, по-моему, еще в середине прошлого века. И ему университет выделил домик на 17 кроватей. И он в этот домик заселял абитуриентов, которые приехали в университет из разных городов. Они жили там бесплатно, а он за это проводил анкетирование каждую неделю о том, как развивается их социальная жизнь. И он показал, что вероятность подружиться гораздо выше для тех, кто живет в одной комнате. А потом гораздо выше для тех, кто живет на одном этаже. И меньше для тех, кто живет даже на разных этажах одного и того же домика. И причем этот эффект, он очень силен. То есть Теодор Некомп даже специально селил людей с разными интересами, из разных социальных слоев и так далее в одну и ту же комнатку. И все равно это оказывалось достаточно для того, чтобы они подружились в большинстве случаев. Хотя на втором месте действительно близость социального бэкграунда, интересов и всего такого. То есть люди, которые интересуются одним и тем же, два человека интересуются футболом, или два человека оба любят Булкакова, или два человека оба любят смотреть на Сити. У них вероятность подружиться больше. Да, у них вероятность подружиться больше. Я думаю, что у многих наших зрителей в личном опыте есть подтверждение этих мыслей, потому что действительно ближний круг друзей формируется в студенческие годы и остается с нами на всю жизнь. И позже уже в более зрелом старшем возрасте сложнее обзаводиться друзьями близкими. Есть еще один аспект, почему тоже студенчество полезно для формирования дружбы, потому что еще люди дружат в том случае, если у них есть какой-нибудь такой общий интерес, из-за которого они друг к другу нуждаются. То есть, допустим, если человек любит какие-то одиночные игры компьютерные, то ему сложнее через них заводить друзей. И, кстати, производители игры об этом думают, и думают, как сделать так, чтобы люди были друг к другу нужны и в компьютерных играх тоже. А вот если человек любит играть в шахматы или в бадминтон, то ему, очевидно, нужен второй человек для того, чтобы играть с ним в шахматы или в бадминтон. И это оказывается тоже очень эффективным предиктором дружбы. Поэтому полезно вовлекаться в такие занятия, для которых вам нужны другие люди. И поэтому разработчики образовательных программ тоже про это думают, тоже предлагают какие-то групповые проекты, потому что групповые проекты вынуждают людей проводить время вместе, даже если они сами, может быть, и не хотели бы чувствовать себя замкнутыми. И это способствует тому, чтобы у них заводились приятельские отношения, которые могут потом перейти в дружбу. Да, мы говорили, когда вы сейчас о Солигмане и его теории, вы упомянули мотивацию. И мне кажется, что сегодня в школьном образовании мотивация является таким неким, некая шкатулочка с секретом, который никто не знает, как открыть и как на нее повлиять. И прежние методы насильственные, принуждения уже не работают, что предложить взамен, пока никто не придумал, потому что мотивация — это внутреннее состояние человека. Мотивация, конечно, сложная. Откуда она берется, как повлиять на то, чтобы дети, так говоря упрощениями, захотели учиться? Здесь действительно много аспектов, которые по-разному работают для разных людей. То есть, с одной стороны, у людей, конечно, есть собственная тяга к знаниям. Интеллект — это магистральная линия человеческой эволюции, наращивание интеллекта. Мы потому и стали такими крутыми и построили Москву, что мы умненькие и умеем находить причинно-следственные связи. И у людей есть исследовательское поведение. Люди радуются, когда они открывают новую информацию. Дофаминовые, дофаминергические нейроны в мозге реагируют на новизну, и их уровень активности повышается, когда мы видим что-то новое. И наоборот, если обезьяне, скажем, в мозге искусственно повысить уровень дофамина, то она начинает больше интересоваться всякими новыми стимулами. Другой вопрос, что потребность к познанию нового, она, скорее всего, поддается насыщению. И, скорее всего, поддается насыщению, к сожалению, быстрее, чем мы освоим весь этот огромный массив школьной программы. И поэтому действительно работают и другие вторичные косвенные эмоциональные мотивации, как раз в том числе через дружбу и коммуникацию. То есть, правда, людям веселее. Осваивать информацию в команде и в коллективе, когда особенно они как-то друг на друга завязаны в своих действиях, допустим, делают какой-то групповой проект. И причем здесь интересно, что структура мотивации может отличаться в зависимости от возраста, меняться в зависимости от возраста. Что известно, что ребенку гораздо важнее то, что происходит вокруг с эмоциональной точки зрения. Ребенку важны эмоциональные связи с преподавателями, с учениками, то, насколько в школе красиво, уютно, весело и вкусно кормят ватрушками в столовой. Для взрослого человека вот эти дополнительные эмоциональные мотивы уже играют меньше. Относительные роли взрослый человек, когда учится, ему важнее всего понимать смысл того, что он учит, и как это согласуется с его долговременными целями и ценностями. И взрослый человек может выдержать какие-то неблагоприятные и недружелюбные условия обучения и некачественные, если при этом ему очень важна сама информация, которую ему подают. А вот ребенка, наоборот, можно научить чему угодно, в том случае, если ему нравится способ, которым его обучают. Это как раз порождает очень большое отличие в том, насколько люди способны к дистанционному обучению. То есть, когда мы стараемся детей замотивировать через вот эти вот какие-то отложенные смыслы в будущем, через какое-то осознание пользы в будущем, это... Ну, вот здесь зависит от возраста детей, подростков... Вот отложит возраст, когда... Ну, в среднем. Ну, у нас постепенно растет, созревает, дозревает лобная кора. То есть, исследований таких было много приметено. Как раз в связи с дистантом, в связи с пандемией, с переходом на дистанционное обучение, было показано, что для старшеклассников уже более или менее все в порядке. Что если старшеклассник мотивирован и хочет поступить в университет... Это 10-11 класс, да? Да. Ну, там, 9-й даже, человек мотивирован и ему интересно то будущее, которое он выстраивает с помощью обучения, то тогда в 10-м классе он вполне способен заниматься самостоятельно, готовиться к экзаменам самостоятельно, смотреть видео-лекции. А вот если мы говорим о детях помладше, о детях там 10-8-11 лет, то там, к сожалению, дистант оказывает совершенно разрушительное влияние. Об этом было очень большое исследование в Нидерландах. Нидерланда хоражит тем, что там два раза в год проходит общенациональное тестирование, навыков чтения письма и математики. Оно проходит зимой и летом, и в 20-м году как раз так получилось, что детей протестировали всех по всем школам, а потом грянула пандемия, потом начался локдаун, дети на 8 недель ушли на дистанционное обучение, а потом они к лету вернулись в школы, ну там, к маю, и их успели протестировать еще раз. И это можно было сравнить с аналогичными результатами тестирования за все другие годы, когда люди учились нормально, и выяснилось, что для школьников среднего возраста и младшего дистанционное обучение примерно настолько же неэффективно, как если бы они просто не учились ничему вообще, как если бы они просто сидели дома и пинали мячик. То есть их результаты оказались в чтении письме на 3% меньше, чем было у всех остальных школьников во все остальные годы, что отражает, что они просто не приобрели никакого прогресса за вот эти вот 8 недель сидения дома, и причем результаты оказались хотя бы на 3% хуже ожидаемого у детей из хорошо образованных семей, с которыми, вероятно, как-то занимались, разговаривали родители, и на 8% хуже ожидаемого, это уже много, да, это уже как 8 баллов ЕГЭ, разница в вступлении, на 8% хуже у тех, кто из семей, в которых родители не получили высшего образования или даже не закончили школу, то есть где, вероятно, меньше книжек, и где, вероятно, родителям приходится больше работать, потому что они работают за более низкую почасовую ставку, и таким образом они меньше занимаются детьми, то есть это вообще проблема, которая была известна и до пандемии, что, скажем, школьные каникулы, летние, длинные, усиливают неравенство, что дети из семей высокообразованных, в которых родители с детьми много занимаются, они за летние каникулы даже наоборот достигают какого-то прогресса, они почитали какие-то книжки, они съездили с родителями на какие-то экскурсии и прочее, а вот дети из семей более низкого социоэкономического статуса таких, где родители должны только все время много работать и у них нет сил на то, чтобы заниматься детьми, там дети наоборот откатываются назад, у них ухудшаются навыки чтения, письма, математики и всего остального за время каникул, но вот, к сожалению, похоже, что за время дистанта тоже. Очень много я встречаю негативного отношения к тестированию по принципам, которые заложены в ЕГЭ. Ваше отношение какое к этому? Вредит это или помогает? И, может быть, какие-то практики применения страдают о само по себе ЕГЭ? Я думаю, что это всегда поиск баланса и компромисса, что невозможно разработать такую систему тестирования, чтобы она всегда идеально подходила для всего. И ЕГЭ – это не самая плохая попытка, потому что ЕГЭ, по крайней мере, повышает уровень равенства, потому что это стандартизированные вопросы, и эти стандартизированные вопросы по более или менее понятным критериям оцениваются. И, таким образом, существенно меньше, чем в классической экзаменационной системе, влияние случайных факторов, типа того, какой попался билет, какой попался экзаменатор и так далее, это все порождает больший уровень справедливости. Наверное, позволяет какому-то ребенку из менее хорошей школы все равно приложить усилия, более качественно подготовиться, лучше зазубрить хотя бы основные факты из этой школьной программы, и таким образом поступить в более хороший университет, в котором уже, наверное, должны применяться другие экзаменационные системы. Это тоже большая проблема и широко обсуждаемое вопросование, как дальше тестировать людей, как проводить баланс между равенством для всех, которое хорошо достигается с помощью тестов, и тем, чтобы экзамен сам по себе человека развивал, и развивал ему какие-то дополнительные навыки, вроде навыков презентации или, кстати, навыков преодоления стрессорной ситуации. То есть, устные экзамены и тесты, они, конечно, разрабатывают разные навыки, развивают разные навыки, и тесты в большой степени ведут к зазубриванию фактов. Зазубривание фактов это не самая хорошая, не самая важная вещь из всех, которым может потенциально учить школьная программа. Важнее, скорее, фактами оперировать. То есть, тестовые вопросы тоже могут стимулировать это, вопрос в том, как они составляются, разные эффекты от открытых и закрытых вопросов, и так далее. Могут быть экзамены письменные, но при этом не в виде теста, где ты галочки ставишь, а в виде каких-то более развернутых ответов. Вот, допустим, я училась в Присольском университете, он, главным образом, применял эту систему. При этом, они уделяли большое внимание еще анонимности и такой условной справедливости. То есть, ты сдавал работу под каким-то кодом цифровым, ее потом проверяли два экзаменатора, никто из которых тебя не знал. Мне, кстати, это все ужасно не нравилось, потому что это все убирает эмоциональный компонент обучения. И для меня это было, скажем, очень разрушительно. У меня так получилось, что у меня были две магистратуры в моей жизни. Одна в Вышшей школе экономики по когнитивным наукам, другая по молекулярной нейробиологии в пристале. И вот в Вышшей школе экономики анонимности не было. То есть, экзамены могли быть живыми, тесты были подписаны с твоим именем. И при этом, группы маленькие, там, 20 человек учатся, 10 преподовых чему-то учат, все друг с другом знают. И для меня это было именно важным фактором мотивации к обучению. Потому что, если я с этим преподавателем, не знаю, чай вчера пила в лаборатории, то мне стыдно приходить на его тест неподготовленный. А вот если бы я сдавала тесты анонимно, то мне было бы неважно. Потому что, ну, зачем мне так уж формальная успеваемость? У меня и так вон книжки есть. Но при этом, если он все равно не узнает, что это я получила тройку, то какая разница, тройку я получила или пятерку. То есть для меня важны личные связи. Но и вообще, на самом деле, это имеет отношение к теме нашего разговора. Для всех людей важны личные связи. И это всегда, опять же, баланс между попыткой установить абсолютную справедливость. Потому что, видите, с личными связями проблема в том, что они выгодны для тех, кто миленький. Вот если кто-то обаятельный, то тогда получается, что преподы его начинают больше любить. И не то, чтобы даже завышать ему оценки, но, например, уделять дополнительное время, чтобы более подробно и более понятно ему что-то объяснить после уроков. У ребенка, допустим, какие-то ямочки на щеках и ресницы длинные. От этого он нравится преподавателям, не отдавая себя в этом отчеты. Они более подробно и понятно ему все объясняют. Получается несправедливость. Как бы жестоко это не звучало, но это, возможно, тоже какой-то механизм эволюционного отбора, да, заложенный. Да. А вот что нам делать с тем обилием информации, который на нас обрушился? Как наш мозг справляется с этим? Как он приспосабливается? И как научить детей ориентироваться и справляться с этим потоком информации? Мозг справляется с потоком информации с трудом и по большей части в том, что он просто эту информацию не запоминает и выкидывает из головы. То есть нас окружает постоянно большой мир, в котором много чего происходит. Большую часть того, что происходит, мы просто вообще не запоминаем. У нас есть шанс запомнить только то, на что мы обратили внимание. Это такая узкая воронка. Если мы на что-то обратили внимание, на чем-то сконцентрировались, то мы это берем в нашу рабочую память и некоторое время там крутим, но емкость рабочей памяти очень-очень сильно ограничена. Мы там можем удерживать семь единиц информации. То есть один телефонный номер мы можем запомнить и донести до телефонного аппарата с кнопками, если нам нужно. Два телефонных номера уже не можем. Но если что-то в рабочей памяти достаточно долго покрутилось, то оно может перейти в долговременную память, у которой объем и сроки хранения информации уже практически не ограничены. И что здесь существенно, что чем больше у нас информации все-таки загружено в долговременную память, тем больше шансов, что мы будем информацию из той же области более эффективно обрабатывать и при ее загрузке в рабочую память, то есть при освоении каких-то новых знаний и фактов из той же самой уже знакомой нам области, потому что мы будем уже привязывать ее к тому, что нам известно и нам легче будет видеть какие-то паттерны и закономерности. И в этом смысле, конечно, обучение важно, потому что обучение позволяет людям оперировать информацией новой, более эффективно. И это как раз то, что меняется в течение жизни. Дети и взрослые обрабатывают информацию немножко по-разному, а взрослые, молодые и взрослые постарше тоже обрабатывают ее по-разному. У детей меньше рабочая память. Детям труднее удерживать несколько единиц информации в голове одновременно. Дошкольник может удерживать, скажем, три единицы информации. Если вы покажете ему трех животных, потом накроете их на секунду салфеткой и одно животное игрушечное уберете, то тогда дошкольник скажет, какое из трех животных исчезло. Если вы ему четыре или пять животных покажете, то уже, скорее всего, он с этой работой не справится, а взрослый бы справился, объем рабочей памяти нарастает по ходу взросления с двух-трех единиц до пяти-шесть-семи. Это позволяет более эффективно новую информацию перерабатывать, но зато у детей гораздо лучше нейропластичность. Дети гораздо лучше умеют растить новые связи между нейронами, таким образом формируют долгосрочные воспоминания. То есть, если ребенок на что-то внимание все-таки обратил, в рабочую память что-то все-таки взял, то у него существенно больше шансов запомнить это прочно, всерьез и на всю жизнь. Поэтому детские воспоминания такие стоят. Да, но какие-нибудь стишки, которые мы в детстве учили, буря мглой и небо кроет, мы можем неожиданно до сих пор воспроизводить. То есть, долговременная память у детей формируется легче и надежнее, чем у взрослых. Взрослым нужно в среднем больше усилий приложить для того, чтобы что-то новое в долговременную память записать, но при этом у него в эту долговременную память уже много чего загружено, он на это уже может опираться. Поэтому, допустим, любую новую область, скажем, 18-летний человек осваивает гораздо лучше, чем 35-летний. Если одного и другого отправить в магистратуру по какой-то совершенно новой области, то у 18-летнего как раз-то больше шансов достичь успеха путем переработки этой информации. Но зато, если их отправить в магистратуру по той области, в которой 35-летний уже долго работал, то тогда там он будет опережать, потому что ему есть на что опереться. И это как раз то, почему имеет смысл получать первое высшее образование в раннем возрасте. Пока это эффективно. Когда говорят о качестве образования сегодня, очень много говорят о том, что не только и не столько знания в предметных областях имеет значение, сколько так называемые мягкие навыки, личностные качества. И вот среди этих навыков память как-то постепенно перестала фигурировать, я заметила. Действительно не снижается значение памяти в связи с тем, что у нас у всех есть в кармане вынесенный источник, прибор для хранения информации или все-таки обожала. Вы знаете, задолго до того, как появились смартфоны, преподаватели в университетах уже говорили, что образование это остается после того, как вы забыли все, чему вас учили. Это очень хорошая формулировка, потому что, конечно, любой конкретный факт всегда можно найти. Но проблема в том, что для того, чтобы найти конкретный факт, нужно примерно представлять, какой факт в принципе может быть найден и какие примерно слова ввести в систему поиска Google Scholar в надежде его найти и как потом из всего того огромного массива поисковой выдачи, которую вы получили, выделить то, что имеет смысл, то, что релевантно. То есть, когда я делаю какую-то научно-популярную лекцию, новую, я, конечно, использую мало знаний из тех, которые мне когда-то преподавали в университете или даже совсем никаких, помимо вот этих метанавыков о том, как искать, находить и понимать научные статьи. То есть, сами конкретные факты, даже если бы я их помнила из соответствующих лекций, все равно они бы, скорее всего, изменились, все равно бы наоткрывали много нового с тех пор, как я закончила университет, провели бы много новых исследований, но способы и подходы это то, что все равно вырабатывается в ходе образования. То есть, важно, что образование нужно не для того, чтобы выучить факты, а для того, чтобы путем выучивания этих фактов приобрести навыки обращения с фактами. В этом смысле неважно, какую сложную толстую книжку читает ребенок. Читает ли он Тору у него появился навык работы со сложными запутанными текстами, в которых много внутренних отсылок и связей. То есть, может быть, не важна сама по себе память на факты, но важна способность работать с информацией. В этом смысле интересно, что когда психологи исследуют, какие студенты более успешны, какие студенты менее успешны, то выясняется, что, среди прочего, один из предикторов это вера в то, что интеллект можно развивать. То есть, когда студент верит в то, что он может развить свой интеллект путем обучения, когда он, например, осведомлен про все вот эти истории с нейропластичностью, про то, что обучение действительно анатомически меняет мозг, растит новые нейронные связи до такой степени, что ты иногда на структурной томограмме можно видеть, то такой человек учится более мотивированно, потому что он воспринимает обучение примерно так же, как походы в спортзал. Когда вы ходите в спортзал, то вы берете и перетаскиваете какие-нибудь железные блоки с одного места на другое, не потому, что это какая-то полезная работа по перетаскиванию железных блоков, не потому, что им нужно оказаться в другом углу спортзала, а потому, что вы тем временем становитесь фитоняшечкой и формируете себе мышцы. И такая же точная история с обучением. Наверное, вам могут никогда не понадобиться вот эти вот скучные факты, которые вам в голову упихивают, но если вы относитесь к этому с пониманием и приниманием, с принятием того, что да, может быть, факты не понадобятся, но зато мозгу полезно их осваивать, то тогда вы делаете это с большим удовольствием и с большей пользой. А еще существует представление. Я встречала людей, которые так рассуждают о том, что одинаковые книги, прочитанные в детстве, создают вот этот вот культурный код и делают нас связанными между собой. И поэтому учебник истории, говорят, должен быть один для всех одинаковый. И книги, литература, то, что мы изучаем на уроках литературы в школе, это одни и те же книги. Причем и моя мама, и я, и наши дети читаем одни и те же книги. Это, наверное, и хорошо? Я думаю, что, конечно, есть важный элемент культурной связности в том, что мы правда читаем одни и те же книги. То есть, когда, например, пытаешься пожить в какой-нибудь другой стране, то ты начинаешь чувствовать, что твоя русская национальная идентичность сформирована великой русской литературой. И вот на контрасте ты понимаешь, что там все русские девочки любят как-то так, как будто бы они в детстве читали Евгения Онегина и взяли Татьяну себе за ролевую модель и образец, а английские девочки любят как-то иначе и выстраивают отношения с мальчиками как-то иначе. Все это, я думаю, влияет. И все это, действительно, я думаю, создает важный культурный контекст, который помогает нам лучше дружить с теми, кто читал одни и те же книжки. Здесь есть разница между фикшеном и нонфикшеном. То есть, когда мы говорим про художественную литературу, художественная литература, она важна не только и не столько ради сюжета, и пересказывать сюжет довольно бессмысленно. То есть, мы в разговоре едва ли будем пересказывать другой сюжет Мастера и Маргариты, но при этом мы в разговоре будем очень рады, когда мы узнаем какие-то статуи из Мастера и Маргариты, когда кто-то говорит не заслужил свет, заслужил покой, и мы понимаем, откуда он это взял, и нам тут же мы испытываем приятное чувство радости от того, что мы узнали контекст, и это проявляется в виде симпатии к тому человеку, который употребил цитату, которую мы узнали. То есть, опять же, психологи говорят, что дружба связана с общими интересами, общие интересы к литературе, конечно, тоже важны с этой точки зрения. Люди, правда, любят тех людей, которые считали те же книжки, что и они, и узнают цитаты. Я каждый раз теряюсь на свидание, когда я предлагаю мальчику посмотреть аурканские ковры, а мальчик не считывает отсылку. Обычно в таком случае я и не показываю аурканские ковры, потому что, ну как же так? Вот. А все по-другому с научно-популярной литературой и все по-другому с нон-фикшеном. Нон-фикшен люди читают для того, чтобы потом его пересказывать. То есть, если художественную книжку пересказывать довольно бесполезно, потому что она про язык и про эмоцию, то как раз нон-фикшен пересказывать легко, потому что нон-фикшен про идеи и факты. Эти идеи и факты, как правило, можно коротко сформулировать и, как правило, можно пересказать. И поэтому нон-фикшен люди читают от того, что он повышает нашу коммуникативную ценность как раз в общении с теми, кто не читал ту же самую книжку. В отличие от художественной литературы, которая повышает нашу коммуникативную ценность в общении с теми, читал книжку но вот если про художественно все таки литература говорить сегодня дети ведь если и читают то не по доброй воле и без удовольствия но при этом они читают какие-то другие книги там тот же гарри поттер и нам очень важно с нашими детьми сохранять вот эту вот возможность для диалога до основана в том числе на книгах и поэтому мы хотим чтобы они читали те книги которые мы читали но здесь ведь есть и другой подход да мы можем читать те книги которые не читают да и как раз как раз гарри поттер имел очень большую культура образующую роль показав что и дети готовы и могут и склонны читать длинные многотомные книжки и что эти книжки могут быть интересны и взрослым тоже гарри поттер конечно очень повысил качество человеческого общения дав темы для разговора и в том числе для разговоров на серьезные темы такие как разнообразные морально-нравственные выборы людям с их детьми и с их родителями вот но понятно гарри поттер не единственная книжка то есть ну да в жизни столько книжек стать эта книга частью школьной программы по литературе плохого бы в этом не было я думаю что в англии это конечно станет во время будущем насчет россии не знаю в россии как-то вообще понимаете очень мало иностранной литературы входят в школьный курс слишком много вот этой великой русской классики возможно действительно это не совсем правильно и возможно это как-то приводит к в конечном счете затруднению международной коммуникации международного сотрудничества в том смысле что люди как мы уже выяснили и обсудили склонны любить тех кто читал те же самые книжки что и они удивляться когда кто-то не читал книжку которая с точки зрения входят золотой фонд классики и в этом смысле ну да людям просто сотрудничать с теми кто тоже читал евгения онегина и мастера меркарито но потом выясняется что кто-то не читал ни гордости предупреждения ни ярмарка тщеславия и это например если выясняется в разговоре то это может не поспособствовать тому чтобы разговор перешел с сугубо делового на дружеский формат и наверное международное сотрудничество было бы проще если бы мы были знакомы не только с российской но и с европейской классикой нам было проще останавливать коммуникацию я еще хочу спросить о мифах которые существуют в области нейронаук наверное или наука мозги как это сказать о том что существует левое и правое полушария о том что люди делятся на технарей гуманитариев о том что женский и мужской мозг отличаются между собой правильно я понимаю что это все мифы левое и правое полушария существует если мы откроем черепы и мы увидим что там действительно есть одно полушария справа одно полушария слева да но по поводу разного функционала понимаете это все не имеет смысла применительно к здоровому человеку потому что второго человека есть мозолистое тело связка между двумя полушариями и любая информация попавшая в одно полушария обработана им быстро попадает и в другое полушария и может быть обработано процессировано и в нем тоже но такого рода вещи имеют отношение к медицинским курьезам таким как работа с людьми с перерезанным мозолистым телом это иногда делают по медицинским показаниям для лечения эпилепсия в том случае если она не подавляется лекарствами сейчас уже реже потому что лекарства стали лучше а вот 70-е годы этого достаточно много было человеку перерезают мозолистое тело для того чтобы эпилептический припадок не перекидывался с одного полушария на другое и после этого два полушария начинают обрабатывать информацию независимо и оказываются как будто бы две разные личности и на самом деле это не очень заметно в повседневной жизни но при этом это можно выявить с помощью разных хитрых причудливых опытов и экспериментов благодаря например тому что зрительные пути в мозге человека так устроены что можно предъявлять какую-то картинку только правому полушарию или только левому полушарию благодаря тому что правое поле зрения так сейчас у меня плохо с пространственным мышлением вот правое поле зрения с правого поля зрения картинка проецируется на левую часть сетчатки и в левой части сетчатки картинка проецируется в левое полушария в сосылочную кору левого полушария, и это, опять же, не проявляется у здорового человека с нормальным мозолистым телом, потому что информации о полушарии быстро обмениваются, но у человека с перерезным мозолистым телом это есть так, и при этом только левое полушарие разговаривает, как правило, у правшей именно в левом полушарии центры брака и центры верники, которые нужны для производства и понимания щелнерасстрельной речи, и поэтому левое полушарие может описать, что оно видит, а правое полушарие, если мы покажем картинку, соответственно, в правом полушарии, оно не может описать, что оно видит, но при этом эта информация все равно обрабатывается довольно забавно и причудливым образом, и, допустим, можно показать человеку в правое полушарие что-нибудь опасное и страшное, и от этого организм в целом запустит стрессорную реакцию, повысится выделение адреналина, кортизола, сердцебиение, холодный пот, вот это все, человек почувствует, что ему страшно, но при этом человек не будет понимать, почему ему страшно, и разговаривающее левое полушарие будет придумывать какие-то объяснения, то есть можно, например, а дело в том, что еще левое полушарие управляет правой рукой, а правое полушарие управляет левой рукой, и можно, допустим, правому полушарию показать какую-нибудь картинку и попросить человека выбрать карточку наиболее подходящей этой картинке и сделать это левой рукой, которую управляет правое полушарие, он возьмет карточку, а потом будет не понимать, почему он ее взял, потому что левое полушарие не в курсе, что ему показали такую картинку, будет пытаться как-то это рационализировать, Можно показывать правому и левому полушарию разные картинки, и потом человек будет объяснять, какое отношение имеет картинка, которую он выбрал правым полушарием, к тому, что ему показали в левом полушарии. Ну, это объясняет очень многие странные непонятные вещи. Ну, не совсем, потому что здоровый человек это не совсем так работает, но, конечно, и здоровый человек тоже обрабатывает большое количество информации, не осознав этого, не поняв этого в подспудном фоновом режиме. В том числе мы что-то можем увидеть на короткий промежуток времени и не успеть осознать, что мы это увидели. Но при этом это влияет на наше принятие решений, есть смешные эксперименты, в которых, да, ну, не совсем так прямолинейно это работает, но, тем не менее, есть довольно много экспериментов, в которых ищут вот это вот сознательное восприятие, иногда что-нибудь находят. Например, если человеку показывать обнаженных женщин, а он гетеросексуальный мужчина, ему это нравится, то показывают ему их так быстро, что он не успевает понять, что они там были, но зато его внимание оказывается приковано к той половине экрана, на которой они появлялись. И потом он на той половине экрана лучше и быстрее замечает другие стимулы, потому что смотрит именно на нее, а не на другую половину экрана. Хорошо. А про мужской и женский мозг нет различий? Вы понимаете, если мы берем 10 тысяч мужчин и 10 тысяч женщин и оцениваем какой-нибудь признак и усредняем, то мы можем найти отличия в среднем значения. Мы можем найти, допустим, что у мужчин в среднем лучше развито пространственное мышление, у женщин в среднем лучше развит эмоциональный интеллект. Но это будут две колоколообразные кривые, две гауссианы, которые очень сильно перекрываются, и они не будут обладать предсказательной силой. То есть когда мы ткнем пальцем в любого конкретного гражданина или в любую конкретную гражданку, то гражданин может оказаться с более развитым эмоциональным интеллектом, чем средняя женщина. Гражданка может оказаться с более развитым пространственным мышлением, чем средний мужчина. И, понятно, все такие штуки, мы тут никогда не знаем, где биология, а где социум, и, скорее всего, социум важнее, потому что мы развиваем те навыки, которые мы развиваем, тренируются то, что мы тренируем. И если, допустим, социум поощряет мальчиков больше играть в игры, которые развивают пространственное мышление, а девочек больше играть в игры, которые развивают эмоциональный интеллект, то вполне логично ожидать, что в среднем у мальчиков будет лучше пространственное мышление, а у девочек эмоциональный интеллект. Непонятно, что лучше, и то, и другое имеет свои преимущества, хорошо бы развивать то, и другое. Какой-то третий миф вы еще упоминали? Про технарей и гуманитарий. Смотрите, ну вот как ни странно, исследования школьной успеваемости, они скорее показывают, что такой ярко выраженной корреляции нет, что если у ребенка выше среднего оценки по математике, то у него могут оказаться выше среднего оценки и по русскому, и наоборот. То есть, в принципе, ребенок умненький и развитый. Для школы, особенно для младшей школы, это скорее так. Но потом, дальше, действительно, склонности и отличия нарастают. И, скорее всего, здесь дело не в биологии, в том, что вот есть какие-то, ну как, есть какие-то гены, которые влияют на способности к математике и способности к языкам, но они не противоречат друг другу. Нет никакого запрета на то, чтобы у вас были и те, и другие, или на то, чтобы у вас ни тех, ни других не было. И, кроме того, очень многие гены влияют одновременно, и на то, и на другое, делая вас просто, скажем, более умненьким или просто более усидчивым. Но при этом, да, по ходу взросления нарастает степень предпочтения тех или иных наук. И, скорее всего, это история про, во-первых, невоскраниченность человеческих ресурсов, про то, что вы так или иначе только на какой-то одной области знания можете сфокусироваться совсем серьезно. И это, естественно, приводит к тому, что вы отстаете от тех, кто другими областями знания занимался серьезно, в том, что касается вот этих областей знания. А с другой стороны, это может быть самосбывающийся прогноз в том смысле, что в обществе есть вера в то, что есть гуманитарий и технари, и общество эту веру транслирует. И получается так, что ребенок, допустим, задачку по математике решил хорошо, а стихотворение не выучил. И в биологически грамотном обществе ему бы родители сказали, ну, слушай, ты же задачку решить можешь, значит, ты умный, значит, ты стихотворение выучить тоже можешь, давай еще раз повторим. А в обществе, где люди верят в гуманитариев, в технарей, они говорят, ну, окей, ты, значит, просто технарь, поэтому ты, ничего страшного, что тебя тройка по-русскому, зато ты задачки по математике продолжай решать, и ребенок продолжает делать то, за что его хвалят, и не делает то, за что его не хвалят, и чего от него не требуют. И таким образом знание накапливается, да, и разрыв нарастает постепенно. Еще хочу спросить про творческие способности человека, и как это устроено с точки зрения наук о мозге? Вот как раз с точки зрения творческих способностей людей полезно хвалить. Положительные эмоции доказано влияют на способность проводить новые ассоциативные связи, видеть новые параллели между событиями и порождать какие-то творческие подходы. Ну, творчество — это же способность придумывать и изобретать, создавать что-то новое. Да, но все-таки обычно новое — это комбинация уже известного, просто по-новому построены те же самые кирпичики. Но там любая книжка — это комбинация существующих слов, любая картина — это комбинация существующих цветов, просто какая-то новая. В этом смысле, конечно, для эффективного творчества, именно как профессиональной деятельности, человеку нужно много изучить того, что делали другие люди и его предшественники, для того, чтобы заново не изобретать велосипед, для того, чтобы изобретать велосипед на базе уже существующих велосипедов, придумывать все новое, стоя на плечах гигантов. А с точки зрения именно вот этого процесса придумывания, новой комбинации, здесь существенно, что любая обработка нового знания, особенно такая, которая потом приводит к творчеству, должна состоять из двух этапов — и сфокусированного, и расфокусированного. То есть мы уделяем в нашей цивилизации много внимания тому, что человек должен быть сосредоточен, сфокусирован и сидеть, загружать в голову новую информацию. Да, это важный этап, но этот важный этап оказывается неэффективным в том случае, если нет в промежутке периодов расфокусировки, в которых вы никакую новую информацию уже не загружаете, и лучше всего даже ни о чем особо не думаете, а, например, бродите по парку, пинаете листья. То есть важно понимать, что бродить по парку и пинать листья — это важная часть работы, которую человек должен заносить в расписание, которую человек должен целенаправленно практиковать, целенаправленно уделять ей время, в том случае, если его работа подразумевает придумывание чего-то нового, потому что информации нужно время на то, чтобы покрутиться в голове, информации нужно время на то, чтобы консолидироваться, вот у нас просто новые синопы должны вырасти, белки должны новые насинтезироваться, на это действительно требуется время. Это может происходить во сне, или это может происходить во время безделья, когда человек принимает душ, гуляет в парке, ходит на пробежку и не думает ни о чем серьезно. Это те моменты, когда информация уже приобретенная может устаканиться И произойдет такой переход количества в качество Произойдет формирование новых комбинаций, новых способов, новых подходов Эксперименты показывают, что прокрастинация это, конечно, зло Прокрастинация это зло, особенно в том случае, когда задача понятная Надо просто взять и сделать Но вот в том случае, когда задача непонятная Когда прежде чем тупо взять и сделать, надо сначала придумать, как это делать то оказывается, что умеренные прокрастинаторы показывают более хорошие результаты, чем очень прилежные люди, которые сразу садятся и делают. Если человек половину времени, отведенного на работу, ходил, продел листья и думал, как бы ему подступиться, то в конечном итоге у него есть шансы придумать более творческое решение, чем если он сразу сел в лоб решать каким-то самым банальным и самым общеизвестным образом. Но, во-первых, не ко всем жизненным задачам это подходит, во-вторых, прокрастинация все-таки не должна быть слишком долгой, потому что если он в самый последний момент делает, тогда решение тоже уже будет нетворческим, потому что ему не хватило времени на творческое решение, он все равно начал решать в лоб. И, в-третьих, важно, что это должно быть именно целенаправленное безделье, такое, как ходить в парке, понять листья. Это не должно быть, допустим, зависание в соцсетях, потому что пока вы зависаете в соцсетях, то мозг ваш все равно занят обработкой новой вербальной информации, хотя она и бесполезная, и в нем в меньшей степени происходит вот эта вот подспудная работа по обработке уже загруженного. И да, прежде чем начинать прокрастинировать, надо сначала все-таки про задачу подумать, чтобы загрузить в мозг ту информацию, которую он дальше будет перерабатывать подспудно. Ася, я в конце нашего разговора хочу спросить, если бы у вас была возможность в нашей школе какие-то новшества внедрить, какие-то инновации, с чего бы вы начали? Топ-3 ваших предложений по изменениям. Ну, первым делом я бы отменила первые уроки для подростков. Подростки не должны начинать учиться раньше, ну, хотя бы девяти, а лучше десяти часов утра, потому что подростки в силу своих гормональных перестроек сильнее, чем дети и взрослые склонны к савинам образу жизни. И есть много настоящих научных исследований о том, что подростки дико страдают, если им нужно начинать учиться в восемь утра или, не дай бог, еще раньше вставать и ехать. И это им очень вредно. У них от этого склонность к курению, чтобы хоть как-то бодриться, к злоупотреблению разными другими психоактивными веществами, к перееданию, стресс, депрессия, одиночество, суицидальные мысли. Подросткам очень приятно рано вставать. Надо первым делом сделать так, чтобы подросткам разрешили не вставать рано. В Калифорнии есть целое гражданское движение под лозунгом «Let them sleep». Оно пытается пролоббировать законодательный запрет на занятие уроков раньше девяти часов утра для старшеклассников. В восемнадцатом году это дошло до местного сената, или как-то называется правящий орган в Калифорнии. И почти-почти они победили. С очень маленьким численным перевесом все-таки законопроект не прошел, потому что эти чиновники говорят, нам придется менять расписание школьных автобусов. То есть, им говорят, с одной стороны, у детей ожирение, депрессия, курение, суицидальные мысли. С другой стороны, ой, нет, нам придется менять расписание школьных автобусов. Вот. А в остальном, что делать со школой? Ну, понимаете, школа — это всегда баланс между экономическими требованиями и идеалистическими мотивациями. То есть, школа — это же не только обучение детей, это еще и, например, способ сдать детей куда-то, пока родители работают, чтобы они там проводили время. Это способ действительно какого-то навязывания стандартного знания, одинакового для всех, чтобы формировать в том числе национальную культуру и общность. И это способ, в том числе, потратить, скажем, меньше денег на развитие системы образования, а направить их на строительство дачи или на что-нибудь еще другое полезное. И непонятно, наверное, образование сейчас в значительной степени наследует те требования, которые перед ним стояли в индустриальном обществе, такие, как, кстати, раннее начало занятий от того, что нужно использовать дневной свет по максимуму, от того, что лучины дорогие, керосиновые лампы дорогие. И включить свет в классе мы никак не можем, если вечером будем заканчивать уже в сумерках. Вот. Ну и, конечно, образование — это большая инертная система, конечно, она меняется медленнее. Наверное, в современном обществе можно было бы делать его чуть более гибким, какие-то делать чуть более гибкие образовательные траектории, побольше проектной работы, может быть, какую-то большую свободу в выборе предметов, потому что важнее учиться интересному, чем учиться всем одному и тому же, просто потому что это более эффективно с точки зрения мотивации. Но понятно, что все эти вещи требуют и другой архитектуры школ для того, чтобы там было удобное пространство для коллективной работы, и большего количества учителей, и меньшей нагрузки на учителей, чтобы у них оставалось время и силы на придумывание каких-то творческих проектов, и, возможно, каких-то совсем основательных изменений системы, например, не только более маленьких, но и межвозрастных классов, чтобы там старшие могли что-то объяснять младшим. Понятно, что такое есть в каких-то экспериментальных школах, понятно, что такое пока не получается масштабировать, наверное, на все государство, и опять же здесь баланс между строгостью стандартов образовательных и возможностью отступать от них в сторону творчества, и, опять же, полностью от образовательных стандартов отказаться никак невозможно, потому что тогда школы будут делать и учителя, кто бог на душу положит, и где-то окажется лучше среднего, но где-то и с высокой вероятностью окажется хуже среднего, поэтому лучше все-таки иметь какой-то средний стандарт, добиваться того, чтобы он все-таки хотя бы у всех был. То есть всегда поиск баланса и компромисса, всегда непонятно, как это будет развиваться, но совершенно точно лучше учиться, чем не учиться, совершенно точно лучше систематически чем-то заниматься, пускай даже в неидеальной школе, чем просто лежать на печи и ничего не делать, особенно в детстве, пока мозг так хорошо развивается и нужно хоть каким-то знанием его загружать. Но с другой стороны понятно, что если кому-то в школе совсем плохо, если у него хронический стресс, травля, буллинг, истерики, учителя его ненавидят, он все ненавидит и так далее, тогда, конечно, так оставлять тоже нельзя, потому что стресс опасен для здоровья, потому что стресс опасен для обучения, тяжелый хронический стресс, и тогда надо пытаться ребеночка забирать куда-то, где ему более комфортно, даже если там будет ему, может быть, не такая сильная учебная нагрузка. То есть это всегда поиск баланса, который каждая семья, каждый ребенок и каждая школа самостоятельно пытается выявить и установить. Субтитры создавал DimaTorzok